Добрый день, уважаемые зрители канала Садовый мир. Сегодняшний наш выпуск предлагаю вам посвятить уходу за хвойными растениями на наших участках. Вы давно уже полюбили, активно используете возеленение входной зоны в качестве живой изгороди, чтобы скрыться от любопытных глаз, но и просто для очищения воздуха на участке. Кроме того, они крайне декоративны и могут принести изюминку в оформление ландшафтного вашего дизайна, входной зоны и всего участка в целом. Многие наши зрители не раз задавали вопрос, почему хвой на хвойных растениях после зимы желтеет, даже несмотря на то, что мы их укрыли специальными материалами. Кто-то покупает готовые укрывные мешки, стягивая их у основания кроны. Кто-то сам самостоятельно сооружает укрытие в виде обмотки плотным спонбондом и тем не менее, несмотря на все эти мероприятия, постигает разочарование. Мы открываем наши туи, можжевельники, может быть, какие-то другие хвойные растения и обнаруживаем, что частично даже под укрытием хвоя порыжела, высохла. Возникает резонный вопрос, почему это происходит? Дело в том, что наши хвойные растения, в отличие от других плодово-ягодных лиственных растений на участке, начинают испарять влагу с поверхности своей хвои уже при отрицательных температурах. То есть в конце марта-февраля, в зависимости от погодных условий, наши растения уже просыпаются и начинается в них активно протекать жизненные процессы. Растения дышат, теряют влагу, а промерзшая почва в корневой зоне не дает растениям всасывать влагу. Происходит нарушение водного обмена. В первую очередь страдает хвоя. Получается, что она рыжеет и теряет свои функции питания, дыхания. Поэтому ее нужно в первую очередь при открытии этой части обязательно удалить. Об этом я сейчас расскажу. Как выйти из этого положения? Если есть возможность приезжать на участок, то в первую очередь мы должны растопить верхний слой почвы, то есть весь лед. Вот как у нас в этом году было, что очень была малоснежная зима. И почва в верхней части, сантиметров на 15, где-то 20, она у меня спромерзала. Особенно в части, вот как у меня здесь забор, солнышко здесь было редким гостем. Поэтому почва очень поздно оттаяла, несмотря даже на то, что в некоторых участках у меня уже почва была полностью свобода ото льда. И уже пробивались первоцветы, а почва под хвойниками была по-прежнему твердой. В любой приезд, в любой визит на отдачный участок, в сад, огород нужно обязательно проливать хвойной теплой водой, не горячей. Теплой, градусов 40, может быть 45, для того, чтобы не обжечь корни и чтобы нам верхнюю ледяную корку обязательно растопить. Если есть возможность, обязательно сдвиньте мульчу, если у вас прикорневая зона замульчирована. Потому что мульча, она работает как шубка и не позволяет прогреваться почве. То есть вы отодвигаете мульчу и проливаете по ведру, по два, по три, если есть возможность, под каждое растение выливаете в каждый визит. Мало не будет, поверьте, ваше растение выпьет все, потому что площадь испарения у него действительно большая. Следующий, скажем так, вариант, который я могу вам предложить. У меня хвойные растения в большинстве своем находятся в притянении, поэтому я свои хвойные растения разделала довольно рано. Я сняла с них спонбонд, ветви, которые у меня были прижаты, немного стянуты к основному стволу, я освободила. Они у меня расправились, распушились. И я обнаружила, что в этом году, несмотря на неблагоприятные условия, растения удачно перезимовали. Поэтому ранее отливание теплой водой дало хороший эффект. Сейчас растения уже пошли в рост. Я уже вижу, что появляются молодые побеги. Можно провести формирующую обрезку. Наши растения начали всасывать в воду. Теперь занимаемся обработкой. Удаляем всю пожелтевшую хвою. Для этого мы отодвигаем все веточки. Вот смотрите, у меня в нижней части часть хвоя пожелтела, порыжела. Мы ее должны обязательно всю удалять. Одеваем перчатки и потихонечку, целенаправленно раздвигаем все веточки. И всю эту желтизну убираем. Хвойные растения способны к восстановлению, к саморегенерации. Поэтому наши можжевельнички всю эту хвою постепенно за сезон, за два восстановят. Мы их еще подкормим, специализируем на удобрениях. Тогда им вообще будет легче противостоять всем невзгодам. Таким образом, после того, как мы удалили всю пожелтевшую, сухую, безжизненную хвою, можно будет приступать к другим мероприятиям. Что нужно сделать? После санитарной всей обрезки мы должны наши растения обработать антистрессовыми препаратами. Используя те, которым вы привыкли, которым доверяете, обязательно все наши хвойники мы опрыскиваем. Есть препараты, которыми пользуются только в ночное время, чтобы не распадалось действующее вещество. Значит, опрыскивание проводим в безветренную погоду на ночь. Наши растения получили дозу антистресса, пришли немножечко в себя. Следующее мероприятие. Мы обрабатываем наш сад, наши плодовые, ягодные кустарники. И почему-то игнорируем хвойные растения. Дело в том, что они также болеют, также являются переносчиками заболеваний, которыми страдают плодово-ягодные наши культуры. Поэтому все обработки мы обязательно включаем в хвойную группу. То есть все ранние обработки от вредителей, от заболеваний мы проводим и на хвойных растениях. Это следующий этап. Поскольку мы это все уже выполнили, я не могу вам этого показать, сроки уже ушли. Мы с вами, весь комплекс мероприятий, делаем установленные сроки по календарю нашего садовода. Дальше, что нужно сделать? Обязательно подкормить. Но мы не используем удобрения, которые мы кладем под цветущие кустарники, под плодово-ягодные. Поскольку хвойные растения нуждаются в специальном наборе микроэлементов, макроэлементов питания. Поэтому я буду использовать адресные удобрения специально для хвойных растений. Сначала я беру плоскорез и рыхлю прикорневую зону вокруг своих хвойных. Аккуратно корневая система располагается вблизи. И потом уже буду вносить специализированные удобрения. Подкармливать свои хвойные растения я буду специализированным адресным удобрением для хвойных растений от компании Башенком. Вот посмотрите, у меня здесь пачка полкило, 500 граммов. Его хватит на 5 кустарников. Если мы вносим под хвойные деревья, там норма расхода 200 граммов на взрослое дерево. Вносить я буду в прикорневую зону. Можно также это удобрение вносить и удобряющим поливом. Тогда мы, следуя инструкции на упаковке, растворяем нужное количество либо на дерево, либо на кустарник вот этого удобрения. Размешиваем, оставляем на 2 часа и потом проводим удобряющий полив. Такой удобряющий полив можно проводить каждый месяц. Но я вношу такое удобрение раз в сезон и забываю потом про подкормку своих хвойных растений. Что я хочу сказать? Мы ждем сегодня дождик, поэтому сейчас пользуемся солнечной погодой и вносим удобрения, а природа сделает за нас нашу работу. Я буду вносить удобрения под каждый куст хвойного растения. Потом буду заделывать на глубину 5-10 см. Буду работать плоскорезом. Это удобрение содержит необходимые элементы питания азот, фосфор, калий и также микроэлементы бор и медь, которые необходимы для нашего внешнего вида прекрасных растений хвойных. Что я хочу сказать? После того, как мы сделаем подкормку, нужно по необходимости сделать обрезку. Я вам покажу сейчас, как я это сделаю. Заделываю наше удобрение в почву. Дополнительно я еще пройду плоскорезом. Вот такую подкормку специализированную они получили. Хвойные очень любят удобрения с небольшим содержанием азота. Не забывайте об этом. Они не любят органику, то есть навоз мы под них не вносим, они будут страдать. Хвой будет тусклый. И не забывайте, если лето и весна будет сухая, обязательно устраивайте душ своим растениям. Хвойные очень хорошо отзываются на полив именно по хвое. Смойте с них всю пыль. Они тоже хотят дышать, тоже хотят радоваться солнышку и впитывать все наши солнечные витамины. Кстати, очень удобно в качестве мульчи вносить хвойный опад. Я не призываю ни в коем случае идти оголять подстилку лесную в лесопарковых зонах, в лесах. Обратите внимание на просеки или, может быть, рядом с мусорными контейнерами специальной службы этот хвойный опад к вывозу приготовили. Используйте его. Он предотвратит почву от высыхания под хвойными растениями, придаст некую кислинку. То есть этот хвойный опад будет со временем перепревать, переходить в верхний почвенный слой и обеспечит правильную кислую реакцию для наших хвойных растений. И кроме этого вы избавитесь от необходимости заниматься прополкой вокруг ваших хвойных растений. Вот у меня вот такой есть хвойный опад. Я аккуратненько мульчирую свои хвойные растения. Видите, даже шишечки появляются. Как своеобразный даже декор будет. Ну, а теперь перейдем к обрезке. Я покажу, как я формирую свои туи. Хвойные растения отлично поддаются формировке. И вы уже, исходя из своих предпочтений, задач, формируете их длину. Вот, например, обычные западные туи вырастают до 3-4 метров. Мы не ставим целью дать им сформировать, реализовать свой рост в полном объеме. Поэтому вот на высоте примерно около 2 метров я купировала верхушку у своей туи. Посмотрите, она дала сразу несколько боковых побегов. Я сейчас у них тоже купирую верхушку, точку роста удаляю. И это позволит нашим растениям куститься и формировать уже ровный слой вдоль забора. Аналогичным образом я сейчас подстригаю все остальные свои туи. Что происходит? Когда мы удаляем точку роста у побегов, веточки дают боковые отростки и формируют более, скажем так, густой конус. Таким же образом можно стричь и можжевельники. Но вот поскольку я хочу, чтобы они немножечко подросли, образовали второй ярус, я им пока точку роста не удаляю. Хочу еще отметить, если у вас на участке растут ели, или, например, хвойные с мягкой хвой, которые у меня, например, обычно ели растут на участке, и она весной поражается листогрызущими насекомыми, то есть нужно тут еще обратить внимание на своевременное опрыскание, когда она даст молодые нежные побеги, так называемые гусиные лапки. Не проглядеть на этот момент, в один из сезонов я получила совершенно голую верхушку. И моя елочка благодарила за заботу, дала боковой побег замещения, и сейчас она аккуратно сформировала крону верхней части. Обязательно ухаживающую обрезку, омолаживающую можно делать, формирующую. И не забывайте про все обработки. Как мы ухаживаем за ягодниками, за плодовыми деревьями, такой же уход аналогичный требует и хвойной культуры. Вот мы сегодня с вами сделали все необходимое в апреле для ухода за хвойными растениями. Желаю вам красивых участков и свежей молодой зелени именно на ваших хвойных растениях.